Как только поправки подпишет президент страны, декларацию о доходах обязаны будут подавать председатели постоянных комиссий и их заместители. Как отмечает депутат Горсовета Виталий Дроздов, сейчас в Краснодарском Горсовете под эту норму подпадут больше половины депутатов. 20 из 36. Поэтому он готов выйти с инициативы, чтобы на местном уровне принять правила, по которым декларировать свои доходы будут обязаны все депутаты. Это даст возможность большего контроля, поскольку, ну мы сами имеем свидетельство, сейчас не буду никаких фамилий называть, я думаю, если кто-то следит за событиями в Горсовете, видит, что кто-то старается из депутатов, из моих коллег, к сожалению, открыто лоббировать интересы своих компаний. Если появится обязанность декларировать свои доходы, свои расходы, то можно будет проверить, насколько помог депутатский мандат увеличить благосостояние. Из этого сделать вывод, для чего человек пришел в городской совет. Заместитель председателя законодательного собрания Край Алексей Клишко также поддерживает такие поправки. Мы с вами видели, что когда это было принято в отношении Государственной Думы, часть депутатов взвесила все, приняла решение, что они больше не будут работать на службе у государства. Они ушли заниматься там кто бизнесом, кто на пенсию, так сказать, проживать свои миллионы и так далее. И скатертью, что называется, дорога. Спасибо за труд, скатертью дорога. Значит, здесь я не знаю, каждый будет определять для себя. Но те, у кого есть такой конкретный финансовый интерес, пусть примут свое решение. Они должны либо отказаться от этого, если они собираются продолжать работу в государстве, или расстаться с государевой службой. Потому что интересы жителей страны, интересы граждан и интересы государства должны быть выше личных интересов. В поправках есть и положение, по которому той же части муниципальных депутатов, которые обязаны подавать декларации о доходах, будет запрещено иметь недвижимость и счета за границей. И если в трехмесячный срок народный избранник не переведет активы в Россию, то должен будет распрощаться со своей политической деятельностью. С такой позиции солидарен депутат Горсовета Владимир Владимиров, который признался, что зарубежный счет на обучение у него был, но он его уже закрыл. Для депутатов тем более должно стать нормой и обычным делом, для того, чтобы наши избиратели спали спокойно, как говорится, были уверены, что все-таки у нас депутаты патриоты России, а не какие-то там западные агенты влияния. По данным пресс-службы Краснодарского Горсовета, никто из депутатов, работающих на освобожденной основе, не подал декларацию о доходах. Сегодня, например, мы спросили о зарубежных счетах и недвижимости депутата Александра Кропачинского. Он подтвердил, что да, есть, но не уточнил, что именно, счета или недвижимость, и от дальнейших комментариев отказался. Есть ли зарубежные активы у других депутатов Краснодарского Горсовета, неизвестно. Зато в законодательном собрании края ситуация прозрачная. Декларации всех депутатов в открытом доступе и, по данным за 2014 год, ни у кого нет зарубежных счетов или недвижимости. Не зря были приняты меры предыдущие в 2013 году, когда, неважно, депутат в законодательном собрании на освобожденной основе или не на освобожденной, он должен был не иметь счетов за границей, недвижимости за границей. Ну и это, наверное, правильно. Не хочешь быть депутатом, будь бизнесменом, значит, делай, что хочешь, живи жизнь, как хочешь. Поэтому мне кажется, что вот то, что муниципалитеты тоже будут сегодня в таких же условиях, значит, я думаю, что это вполне нормально и справедливо. Скорее всего, поправки заработают в ближайшее время, осталась только подпись президента страны, так что скоро избиратели смогут узнать о доходах народных избранников и есть ли у них зарубежные активы. Андрей Стародым, Денис Тимошенко, Новости.